ПЕСНЯ Сколько веков стоял Сретенский монастырь, столько существовали и хоры при нем. Впервые получившие широкую известность в 17 веке, когда певчие обители сопровождали торжественные общегородские крестные ходы. Основа Сретенского хора – студенты и выпускники местной семинарии. Не менее важная часть коллектива – вокалисты из Московской академии хорового искусства, Московской консерватории и Академии музыки имени Гнесиных. В составе хора есть и собственные композиторы и аранжировщики. Сретенский хор поет на особо торжественных патриарших богослужениях в Московском Кремле. Участвует в международных музыкальных конкурсах и миссионерских поездках Русской Православной Церкви. Известный хор выступил и у нас в Центральном дворце культуры в Щелково. Очень рады, что сегодня побывали у вас в гостях в замечательном городе, в вашем прекрасном городе Щелково. Поэтому сегодня для нас было очень приятно, что мы имеем возможность вновь приветствовать наших слушателей здесь. И мы с огромной радостью представили программу, которую мы назвали «Шедевры русской и зарубежной хоровой и песенной музыки». В репертуаре хора, помимо духовной музыки, собраны лучшие произведения песенной традиции России. Русские, украинские, казачьи – песни военных лет, такие как «Враги сожгли родную хату», «Эх, дороги» или «Вальс начала XX века» на сопках Манчжурии. Популярные и всеми любимые романцы – «Белая акация и гроздья душистые», «Утро туманное», в аранжировке хора не оставляют равнодушными никого. Хор Сретенского монастыря записал несколько музыкальных альбомов, духовными песнопениями и лучшими песнями классического и народного репертуара. Обычно коллектив работает в стиле акапелла, но в этот раз присутствовали композиции и с музыкальным сопровождением. Мы используем оркестровое сопровождение для некоторых наших песен, чтобы как-то и слушателям было приятно услышать что-то новое, интересное. Ну и как-то нам тоже это приносит, конечно же, в первую очередь удовольствие и радость. Щелково музыкальный коллектив приезжает не в первый раз и, конечно, не в последний. Так что, если вы еще не успели посетить концерт хора Сретенского монастыря, все впереди. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Аплодисменты.